Евгений Александрович, поделитесь с вами первыми впечатлениями, а потом будут вопросы. Первое впечатление, в целом мне понравилась сегодняшняя игра и вообще антураж. Воронеж, футбольный город, здесь приятно играть. Достаточно хорошее поле, учитывая то, что еще дождичек пошел и он стал побыстрее. Болельщики поддерживали и своих, и наши болельщики поддерживали. Я думаю, что достаточно такой интересный футбол получился, вдовы забитые той или другой командой. Понятно, конечно, мы хотели выиграть, не получилось, но хозяева тоже хотели выиграть. Команда, в принципе, мне нравится, хорошая команда играющая. Поэтому, я так думаю, что интересный футбол закончился ничью 2-2, наверное, все-таки закономерный результат. Пожалуйста, вопросы. Потеряли вы очки или приобрели их сегодня? Я сказал, что мы хотели выиграть и думаю, что все-таки немножко были… Мне так показалось, что, наверное, преимущественно, скажем так, больше мы владели большую часть времени. Хотя еще, я говорю, Факкину тоже не понравился сегодня. Пожалуйста, еще вопрос. Евгений Александрович, а не было у вас тактического задания атаковать большую по правому франку? Показалось, что будет атака, что именно по этой бровке, так как на левом фланге обороны Факкина довольно-таки проблемы большие. До этого играл Бейки, тот номинальный полузащитник, а не защитник. Сегодня вышел Даник впервые за полгода. Ну, скажем так, у Факкина свои проблемы у нас, свои проблемы, да. У нас на левом фланге сегодня играл Гулиев, в общем-то, Аяс. Да, это не совсем его позиция, скажем так, он тоже первый раз играл на этой позиции. И поэтому где-то, может быть, левый фланг у нас в плане атаки проседал. Савичев, Кутина, они давно играют вместе на правом фланге, поэтому мы так активно провели. У нас сегодня не было Зуева, не было Мелкадзе, которые на этой позиции обычно играют слева в атаке. И поэтому где-то у нас левый фланг меньше был задействован. Ну, если общее впечатление от игры, то я думаю, что для зрителей интересная игра с обилием забитых мячей, четыре мяча забитых, все. Ну, тут считаю, что в той ситуации, которая складывалась на футбольном поле, закономерный результат, ничейный, закономерный. В первом тайме небольшое преимущество в центральной части поля имела команда «Спартак». На втором тайме удалось нам выровнять игру. И где-то мы повали на быстрые атаки, все. Именно в концовке немножко не хватило последнего паса, где были хорошие посылки, хорошие зоны были. Когда мы были 2-1, и «Спартак» большими силами дошел отыгрываться, здесь немножко не использовали мы то, что мы планировали по второму тайму так сыграть, и тактическую схему изменили после первого тайма. Ну, считаю, что закономерно ничейный. – Владимир Владимирович, почему с первых минут не вышли к берегу Касьят? Рощин один, ну, пытался цепляться. – Простая ситуация. Если вы обратили внимание, мы изменили схему, играли с одним форвардом, дали шанс по тренировкам, он хорошо выглядел, все, и дали шанс ему проявить себя рощину. С учетом того, что «Спартак» – команда, которая очень привычно контролирует мяч, контролирует мяч и имеет в средней части у них 5 игроков, 2 опорных и 3 полузащитника, мы решили, что если мы проиграем центр поля, то проиграем игру. Поэтому насытили мы среднюю часть поля и решили сыграть с одним форвардом. Задание было данным двум нашим крайним полузащитникам при оборонительных действиях закрывать крайних защитников, потому что они очень, «Спартака», очень активно участвуют в атакующих действиях. И атаковать, вот именно в атакующих действиях у нас четверка должна была атаковать. «Рощин», два фланговых игрока, «Гаракойл» и «Рылов», и со вторым форвардом должен был выдвигаться при атаке «Витя Свежой». Ну, частично этот план действовал у нас, и два мяча забитые, опять забили два крайних полузащитника. Часть сильных волос за это все. А во втором тайме, когда уже видно было, что мы выпал немножко из игры, но он после небольшой травмы играл, выпал из игры немножко «Мустафаев». У нас в плане организации игры пара центральных полузащитников «Бикета» и «Мустафаев» не очень убедительно выглядели. «Мустафаев» перешил очень много технического брака. Ну, и так вы знаете все, что у нас большие проблемы с составом, много травмированных, много ребят, которые только-только начинают, не имея игровой практики, но в силу кадровых проблем, в силу кадровых проблем пришлось выпускать «Бурнина». Только в обед, врачи дали заключение, и после обследования доктора его родил в клинику, после этого только пришлось выпускать его, чтобы здесь в организации игры наладить канатное действие в средней части поля. После длительной, длительной паузы играл у нас Дранников, после незалеченной травмы играл у нас «Бурнаш». Все, и поэтому много проблем, очень много проблем именно кадровых. Ну, а то, что касаемо почему Бирюкова, это план я сказал вам, что с одним форвардом можно было кого-то из них ставить, все, но решили дать шанс молодому нападающему врачу. И плюс учитывали то, что нужно было что-то поменять, потому что на протяжении десяти туров ни Бирюков, ни Касьян не мог забить мяч, ни одного мяча за десяти туров они не забили. Я и так им давал шанс. Где-то, может, они сейчас переосмыслят свое отношение. Хотя стараются ребята, я не могу сказать, и на тренировках все, но так бывает. Бывает, не идет завершающая стадия, именно не могут забить. Надеюсь на то, что, если кто-то из них забьет, то должно прорвать все. Все-таки у Ивана форварда квалифицированный достаточно. Первый пропущенный фахел мяч был чисто вратарском, да я так понимаю? Ну, мне тоже показалось, что, в принципе, не очень сложный удар был. И почему Виталик не среагировал на него, будем смотреть, разбираться. Мне показалось, да, что это была сверхзадача какая-то. Ну, не по центру, но он был обязан. Вратарь такого уровня должен был реагировать на него.